друзья всем привет я рад вас всех приветствовать на своем канале болото энтертеймент представляет сегодня я хочу рассказать про одну штуку которую я сегодня осознал и уже воплотил в жизнь и это уже принесло свои плоды определенные так это я вам сейчас покажу видите на на трубе колготки почему здесь то что здесь у меня аэрация биозагрузка и озонаторы туда все-таки поставил накрыл пленкой чтобы там не было никакого цветения до чтобы вода ну заодно и черная пленка это нагрев отсюда с бака биозагрузки вот сейчас уже растение нету просто озонатор видите чешними делать озон губителя для растений я думаю что в этой теплицы у меня ну все переделаю сделаю это как узел и потому что даже земли клубника тоже она все сохнет умирают листья не выдерживает озон поэтому нет смысла их здесь держать это легче сделать пристройку и там выращивать в аквапойники просто чтобы вот эта теплица да допустим пристроить туда ее чтобы здесь глухая стена была и просто трубы уходили и там на воде не росли как раньше да у меня но суть не в этом на сегодняшнем ролике на суть колготках я вчера вечером поставил колготки сегодня в обед я их уже снял промыл там столько грязи было вы не представляете ну просто вот этот фильтр да то что у меня который здесь до работает я просто сетку 80 метров поставил у вас сегодня утром давайте посмотрим насколько она забилась ну вот чуть-чуть забила да но сколько было в колготках вы просто представьте не можете это это просто надо брать заснимать и показывать и сейчас я вот вижу уже результат то есть за сутки уже результат есть то есть я вижу как колготки и начинает проявляться они туда вниз уходит то есть она хоть и зеленая вода но видно просвет теперь я а я и думаю что то странно как-то должно же при таком количестве озона ты механической очистки до должной работ а видать вот то что грязная биозагрузка здесь было да то что она работает отмирает там я пленка на самом себе вот из-за этого просто это провал столько грязи на колготках это просто капец просто капец был ничего рыба еще большие то не кушают давайте я вам хоть дам чуть-чуть он не видно то что берега туда уходит короче все дело в чистой воде которая должна выходить из этой трубы и попадать пруд плюс к тому же нету волн никаких от этого от падения воды а вода там в колготках падает колготками же она утихомиривается и здесь никаких волн нет ничего приятная гладь ровная воды а то что аэрация там ну у меня компрессор вон один работает постоянно другой включается каждые полчаса на полчаса и загонять туда озон озон это просто это жуткая смесь кислорода при его окислении в 10 раз сильнее окисляет чем кислород распадается о 3 на о 2 а вот слышали включился загудел загудел кто не знает тут у меня озонатор вот этот белая труба снизу вентилятор вверх воздух толкает чтобы охлаждать озонатор а вот этот компрессор он на озонаторе а вот тот дальний это постоянный кислород шлепает вот так что вот такие вот дела я представляю за два месяца сколько сюда слилось грязи на дно через но из-за того что нет не было этих колготок да и ну просто просто загадил пруд чего вы сказать поэтому главное что это осознать понять и исправить вовремя малеку он хорошо подрастает уже весь малек за 5 сантиметров они и ну вот эти вот которые плавают мелкие а есть большие которые уже до семи заросли то есть растут достаточно активно кушают тоже это радует это радует и радует то что есть осознание что есть ошибки и их нужно исправлять кто-то говорит у ультрафиолетовую лампу поставить но ультрафиолетовая лампа вот этот большой который сейчас был черный желтый ультрафиолетовая лампа по сравнению с озонатором но это просто детская штука по ее окислительным свойствам по будет по ее как бы этим свойствам по разложению органики отсюда вытягивает воздух как раз охлаждает немного компрессор который вечно работает вытягивает воздух и сюда наверх вот в обед только поставил колготку уже вон как на набухли уже значит добилась туда грязюка а еще перед тем как ну их вытаскивать сегодня я просто рукой вот так закрыл трубу наполнилась почти до верха потом убрал руку и еще дополнительная грязь стекла я просто так отодвинул чтобы большой поток прямо туда все снес и чтобы не заставилась в трубах это так что такие дела малек плавает не боится совсем если руку опустить воду поплывает посмотрим будем наблюдать как всегда эксперименты продолжаются но по крайней мере результат уже на глаза за сутки за сутки уже есть результат так что так не забывайте подписываться кто не подписался оставлять комментарии свои делиться с друзьями если есть какие-то интересные советы по очистке воды по разведению карпов кои тоже с удовольствием высушиваю обсудим всегда готов обсудить это поспорить обсудить как пойдет поэтому так не знаю почему но как бы активность рыбы по поеданию корма она как-то снизилась сейчас вот температура плюс 26 и и ну как-то не так активно она есть большая рыба мелкие то они он без остановки чё-то доедят чё-то доедят вот этот большой толстячок малые хорошо прямо отлично едят отлично не боятся подплывают грызут корм этот он хорошо быстро разбухает и ну они его прямо отрывают кусками не знаю мне больше вот почему-то мальки нравятся чем большие большие они какие-то странные вот вот а мальки они такие мальки вот так что так ладно спасибо что досмотрели до конца увидимся в новых видео всем пока